Друзья, привет всем! С вами Ирокез и отгадайте загадку. Что будет, если один из самых жестких игроков планеты зайдет в обычный соло режим, да еще и возьмет снайперскую винтовку? Ответ довольно очевиден. Будет тотальное унижение всех, кто встретится ему на пути и огромнейшее количество фрагов. Именно это вы уже можете наблюдать. Катка Клиба, где он прыгнул на Хосиенду, уже нашел там первого соперника, взял себе дробовик и чувствует вот это вот непревзойденное желание убивать. Идет вперед, вычекивает парня, слышал как он тут шелестит, как он пытался прятаться и закрысить Клиба, но естественно этого у него не получилось сделать. Довольно необычно видеть данного парня в соло, а не соло против сквадов, но тем не менее, что поделать? Вот так вот он решил развлечься, отдохнуть, то есть соло играть гораздо легче, проще и он, можно сказать, здесь одной ногой катает, чилит так. Ну и пока что мы видим, он даже не получил урона. Здесь знает, что человек прячется в бане. Идеальный хэдшот просто фликом дал по пацку с дробовика. Дробовики, кстати, в какой-то мере похожи на снайперские винтовки, потому что у тебя есть ровно один выстрел для того, чтобы шотнуть человека. И тебе нужно навестись куда-то рядом с его головой. Но правда точность нужна не настолько бешеная, а просто можно один раз дернуть и дробовики в начале максимально эффективны, максимально кайфы. Берет себе Скорельку, сейчас я думаю уже здесь людей не осталось, поэтому по-быстренькому долутает все, что имеется. Его амуниция уже более чем хороша, единственное осталось дополнительное оружие на дальние дистанции. М-ку все-таки не всегда можно использовать достаточно качественно и на дистанции 100 плюс 150 плюс метров уже ты соперника с нормальным дальнобойным ганом не перестреляешь. Но тем не менее, берет трофей Хосиенде, это золотая Мирада, и чувствует себя уже более чем по-царски в этой катке, но дорого-богато, так сказать, едет на золотой тачке, прямо все как надо. Мне говорят, что это цыганщина какая-то, но нет, это не так. И кстати, друзья мои, я совсем забыл напомнить вам, что видео можно поставить лайк, ну и небольшую рекламную паузу. Ну а в создании этого ролика мне помогли мои друзья из компании OneX. На их сайте большая линия на спорт и киберспорт, и при этом очень сочные коэффициенты. Если вы смотрите турниры по CSGO или футбольные матчи, то можете подогреть интерес к просмотру вместе с OneX. Ну а промокод ROKES даст вам до 6500 рублей бонусом при первом депозите, так что ссылочка на сайт и промокод в описании. Всем удачи и спасибо. Надеюсь, что она вас сильно не напрягла, и здесь клип, просто чтобы вы сразу же выехали в темп этой катки после рекламы, берет и идеально драйвбай чела. Кстати, вот отличительная черта именно соло режима, что здесь драйвбай это чит. Соперники просто не могут успевать совладать с тем, когда к ним подъезжает тачка, когда чел пересаживается, начинает жестко накидывать. В складах за счет того, что соперников несколько, они все-таки успевают дать там по одной пульке, и этого достаточно. Но вот сольники, особенно в диспозиции, они вообще не отдупляют чё, куда, кого, и из-за этого у них появляются большие-большие проблемы, когда грамотный человек, умеющий драйвбайт, что-то делает. Здесь мы видели курсор, это не я сделал, это клип, он как раз-таки, видать, альтабл, может быть, на втором мониторе у него открыты какие-нибудь взрослые фильмы для того, чтобы держать себя в тонусе. Знаете, чтобы прямо наглядно иллюстрировать у себя в голове, что ты собираешься сделать с соперником, так сказать. Ну и вот здесь мы примерно это сейчас, я думаю, и увидим. Катается в поисках врагов, удивительно, что не поехал к Сан-Мартину, это самая очевидная точка дальнейшего фарма после Хосиенды. Он здесь почему-то решает покататься по полям, по лесам, золотой клип едет к нам. Но пока что соперников не находит. Вот здесь какой-то парнишка стрелялся, решил похилиться и, естественно, был за это наказан. Давай, дружище, ты теперь отправляешься в лобби или можешь посмотреть за профессионалами. То есть вот когда попался с клипом, он тебя убил, почему бы не посмотреть? Правильно, вот здесь еще один чел. Обратите внимание, три фрага подряд сделал, не выходя из тачки. Правда, машина уже дымится, но ничего, можно найти новую. И сам клип говорит, что классно, мне, говорит, нравится, я кайфую. Нашел пока что М16А4, все ждем снайперской винтовки, ждем коряка или мосинки. Я не помню, что у него здесь было нарисовано, написано, но снайперская винтовка будет, друзья мои. Это 100%. Ну давайте немного промотаем до дальнейшего экшена. Здесь покатался еще буквально пару минут и услышал стрельбу. Видимо, это брачные игры каких-то двух самцов, бьющихся за территорию. Клип говорит, ребята, вы еще не знаете, что это территория моя. И данный парнишка, по нику похожий на бота, откисает, но нет, это был настоящий враг. Тем временем тут еще в спине вышел чел, который даже не пострелял по клипу. Он стрелял рядом с ним, обводил курсором его модельку. Говорит, дружочек, эй, он хотел произвести впечатление на клипа. Он делал два предупредительных выстрела в воздух, потом еще 17 выстрелов в землю. И только потом уже планировал дать в голову, но клип не оценил вот этих вот всех стараний. Нет, пацан реально красавчик. То есть он же не крыса убивать в спину, правильно? Он подождал, пока клип развернется и начал, как мужик, раз на раз с ним воевать. Но, правда, не вывезли. Ничего, в принципе, страшного. Но у него, знаете, такой дуэльный принцип. Забавно, клип вместо глушителя берет бесполезнейший компенсатор на коряк. Я думаю, это либо прикол, либо он не заметил этого вот дела. Ну, да, вот, все-таки поставил, выбросил. Было бы смешно, потому что все-таки звук коряка, он шикарен. Вот, нет ничего лучше, когда ты стреляешь с глушителя с любой снайперской винтовки. У коряка, ну, тоже хороший. Вот М-24 у авика вообще великолепный. Но вот все равно это приятно, такой псюник. И еще, если после этого кто-то умирает, то вообще замечательно. Все-таки проезжает мимо той же Хосиэнды, где все началось, там все и закончится Нео. Но при этом будет все-таки заезжать... Нет, не в Сан-Мартин. Глянь, обманул, услышал. Услышал клип, мне назло сделал. Глянь, ты, глянь, ты, каенник, какой негодяй. Вообще. Борис Мейстер или Борис Хрен Попадешь, на самом деле оказался очень даже попадательным. Ну и здесь первый выстрел со снайпы. К сожалению, не в цель, ну да не страшно. Человек двигался, тут что-то отвечает резким выстрелом в третий сет. И это в третий жилет, прошу прощения. Шляпа все-таки у клипа вторая. Ну и это неприятно. Жрет сразу же большую аптеку для того, чтобы полностью себя чувствовать уверенным, мощным, мачо-мучачо. Ну и давай. Вот он, этот парень выглядывает. Клип опять же делает хороший фликшот, но не попадает по данному челу. За счет глушителя пацанчик не понимает. Здесь уже клип явно торопится. И прокидывает смог для того, чтобы не получить от второго человека, который имеет на него угол. Решает брать дело в свои руки. Говорит, что-то ваш коряк, это бракованный какой-то мне дали. С пулями холостыми они не залетают. Я вот пока поближе подъеду. Вот с эмочки заберу этого человечка. Просто опять же драйв-бая. Единственное, что здесь опять же не попадает. Держит прицел некачественно. Ну вот. Говорит, что? Кто некачественно? Я некачественно. Это ты некачественно. Я вот бошки тут раздаю. Я колеб, мать вашу. И почти дал, кстати, голову сейчас с коряка. Там было попадание хорошее, но недостаточно. Все-таки в тело. Здесь еще и пацан на парашюте-глайдере вот этом вот Бэтмане летает. Он говорит, Бэтмен, уходи. Иначе я тебя тоже сейчас расструляю. Переставляет для драйв-бая себе коряк. Ну-ка, будет ли сейчас еще какой-то выпад на церковь? Пока что не видно. Опа. Нашел себе потанцевального соперника, с которым можно немножечко потусить, подэнсить. Ну и здесь еще и чел выглядывает на него. Какая же это могла быть башка, друзья мои, жесткая. Но не была, к сожалению. Но навелся очень близко, очень хорошо. Клип подъезжает поближе к этому парню. Говорит, слышишь, Каулсон, который живет там на крыше. А ну давай, а ну выходи поближе. Здорово. Не голова опять же. Но, по-моему, попадание было. Хотя нет. Вот сейчас точно был хэдшот. Еще один хэдшот. Слушайте, Сэмке у него залетает гораздо лучше, нежели чем с коряка. Но это пока что. Я думаю, он просто не размялся, не разыгрался. К лейту я уверен, мы что-то да увидим. Тем временем, 12-й фраг забрал себе. Согласитесь, это достаточно немало. Но еще можно сказать, половина катки впереди. Потому что 35 человек в соло-режиме. Это стандартная цифра после закрытия там первой, ну максимум второй зоны. Но обычно даже после первой там человек 40 остается. Особенно если учесть, что убил уже 12-й клип, то он сократил явно популяцию. И это не совсем стандартная катка. Здесь я все-таки так подозреваю, что ты, может быть, подъедешь на Сан-Мартин. Не, все. Он уперся. Он говорит, Рэйкес, не буду я подъезжать. Нет, все. Я тебя подставлю. Ты не угадаешь. Ну, как скажешь, дружище. Здесь замечает автомобиль. Явно он там стоит не просто так. Но соперника никакого не выглядывало. Искать, естественно, человека клип не собирается. Или собирается. Или он сейчас вернется с новыми силами на новой тачке. Но, по крайней мере, проедет еще раз мимо. Сфокусировано посмотрит налево. Есть тут кто? Ой, сука. Покажись. Не показывается. Спрятался человечек. Там, по-моему, была какая-то вспышка. Да, клип ее заметил. Увидел парнягу, который просто стоял. Тем временем, еще раз попытался продрайвбайт скоряка. Не получилось это сделать. Ну, да, неважно. Зато можно это сделать просто. Чел вообще, гляньте, не попадает. Ни одной пулей. Пацанчик. Че ты так нервничаешь-то? Ну, можно ж было хотя бы там одну какую-то дать. А то прям совсем не солидно. Так, как будто бы бота лишнего встретил. Но это настоящий соперник. Четырнадцатый фраг. Добирает себя клип. Не берет, обратите внимание. Не берил, остается с М416. Но оно и неудивительно все-таки. Зачем тебе берил с коряком? Уже будешь просаживаться сильно на дистанции. И огромнейшее количество гранат взял с собой. Обратите внимание. Пять флешек. Четыре хаешки получается. Три в инвентаре, одна в руке. Еще огромнейшее количество, наверное, смоков. И 180 патронов. Вот чудеса, которые творит третий рюкзак. Дает тебе максимально огромнейший пул предметов, которые ты можешь с собой носить. Этот чертов Бэтмен там до сих пор летает? Или это самолет? Не, похоже, что все-таки самолет. Всегда раздражают меня эти чертовы глайдеры. Потому что вынести их тяжело. А при этом чувак просто летает, зарабатывая себе халявный плейсмент. Ну, еще и жужжит так, знаете. Неприятно, как комар, который, сука, тебе мешает уснуть. Но, ладно. Давайте еще пропустим моменты бесполезной езды и к битве. Прошло еще несколько минут. За это время произошла перепись населения посредством летальных исходов различных парняк. Но при этом клип в ней не участвовал. Вот здесь небольшая погоня. Замечает соперника, накидывает по нему достаточно неплохо, но не фатально. Поэтому здесь изначально прочекивает. Подожди, ты услышал еще одного парня? Неужели сейчас клип находится в бурурброде и это первая напряженная ситуация? Нет, не похоже. Он здесь прочекивает левого парня, простреливает его. Первое хоть какое-то попадание. Уже пол хп он просадился. И здесь прячется наверх, тут же хилится. Мне все-таки кажется по его напряженному лицу и по тому, как он прислушивается к окружению, что есть второй соперник, который не дает ему так легко охладить свой пыл. Ну и здесь сейчас клип все-таки восстановит себя полностью до бусты, амуницию. Может быть даже подхилится на пару тиков, чтобы не отлететь от какой-нибудь рандомной башки. Но нет, прислушивается максимально, говорит, я все-таки думаю, что здесь есть чел. Но этот же чел тогда чмо, пусть-ка. Давай его забирать. Действительно, клип это делает, прокидывает первую флешечку, прислушивается. Я, по крайней мере, пока что никого не слышу, но у меня очень приглушенные звуки. Поэтому сейчас доверимся только наушникам клипа. Шесть, семь хаешек. Вот серьезно, чел, куда ты, как ты их вообще умещаешь? У него весь инвентарь сейчас забит хаешками. Я не знаю, это... Я думаю, соперник очень жестко удивится, когда его забросают. Если это, знаете, еще будет финальная такая война. Похоже, что клип решил не проверять, если в соседнем доме чел. А так, знаете, на доверии, говорит, если ты там, сиди. Я ничего не потеряю от того, что уеду от тебя куда-нибудь. Вот оно, оказывается. Дворфс ин шоу-бис. Я не знаю, дружище, как дворфам пробиться в шоу-бис. Наверное, так же, как и всем. Ну, короче, талантам. Но у дворфов, наверное... А, не, нормально, кстати. Даже присаживаться для некоторых вещей на колени не придется. Можно прям так в полный рост. Нормально. Одобряем, так сказать. Ну и здесь первый парняга, который, гляньте, что-то старается. Что-то вот этот вот пошел пекаться. Вот это, говорит. Я киберспортсмен. Смотрите. Оп-оп-оп. Клип, говорит. Это я киберспортсмен. У меня 8 гранат. Говорит. Как тебе такое, дружочек? Пошли. Первая. Первая. Ты думаешь, что сейчас максимум вторая прилетит и закончится? Ну, может быть. Смотри. Вот тут вот вторая. Видишь, летит. Сейчас еще и третья разогревается. Ты знаешь, сколько они весят, говорит. Я просто геморрой себе заработал, пока он добирал. Да. Вот чел уже не ожидал, что будет еще хаешки. Он такой, типа. Какого хера у него? Три гранаты в руках. Столько никто не носит. А клип говорит. У меня их не три. У меня их семь. Успокойся, братишка. А нет. У него самого трешка была. Он ими, правда, не пользовался. Но. Ну, может, он сам себя тоже хотел как-то подорвать. Но не получилось. Но вот решил, что отдыхать в бетонке лучше, нежели чем быть агрессором-прогрессором. Еще один выстрел со снайпы. Кстати, он хоть один раз попал в этой катке. По-моему, еще нет. Здесь потом добирает как на... Зато показывает, как действительно правильно играть со снайперской винтовки. Стреляешь. Не попал. После этого берешь эмку и убиваешь чела. Реально. Вот максимально подробный гайд. Потому что все вот эти вот насмотрятся своих видосов, когда там чел из 20 тысяч часов геймплея выбирает там 15 моментов, когда он идеально попал со снайпы, и все такие... О-о-о-о! Снайперские винтовки! Вот это вот. Вот он, вот, вот. Реальная история, реальная жизнь. Профессионал стоит, не может попасть со снайпы. И все такие, да просто попадать надо уметь. Вот он не умеет. Он лучше всех умеет Он это на турнирах играет Вот так вот Тем временем клип тут немножечко Решил все таки еще почекать Пацанчика где они находятся И чем они вообще занимаются Никто из Эль Поза Лос Леонеса Все время почему то путают эти два города Но это Лос Леонес не показывает себя Вот ну и клип Просто держит край круга Здесь Может закроет кого нибудь Может нет непонятно Но тем не менее Уже вот у него появился Какой то возможный соперник Вот он этот парень Ну и наконец таки первая красивая голова С этого вот гана Потому что чел решил постоять Повтыкать 154 метра 19 фраг 19 это очень круто Давай сделаем 20 Самое время выйти вот этого вот парня Бахнуть в чип По моему у него третья каска Мне показалось А не важно Теперь у него есть хедшот И это еще плюс Одна башка На 103 метра Скоряка Ну теперь наконец таки Клип может сказать Что он достаточно сильный Снайпер Говорит Ну все Вот попал По двум афкшникам Чуваки стоят Я попадаю Все по честному Говорит Вот так вот Ну и нормально Здесь прочекивает Зачем то углы здания В котором только что был чел Хотя Зная Соло паблик Тут еще может В углу Какой то пацанчик присесть Так чисто знаете Ну а че бы нет Ради отдыха Ради веселья Сейчас очень важно Куда сойдется круг И сможет ли Клип по нему Хорошо Перератироваться Ну я думаю Что для этого парня Проблем каких-то Сильно не вызовет Тем более Если что там Есть смоки Я еще не люблю Финальную зону В городской местности Она всегда какая-то Напряженная Кстати обратите внимание Смоков он носит С собой не так уж и много Всего лишь две штуки Вопрос Хватит ли ему этого В критической ситуации Ну может до нее И не дойдет Тем временем Услышал кого-то Готовит флешечки Хаэшечки Готовится выйти Прям максимально Жестко Бешено Такой на рывке Такой чисто Хочешь Хочешь смерти Ну и все Вот Здесь смотрят Но пока никого Не замечают Похоже что чел Почувствовал Агрессию клипа Даже через расстояние И решил что Не стоит Тут как-то Выходить что-то делать Вот это будет Красивая голова Если залетит Клип выжидает Нужный момент Там по-моему Даже переключал Дистанцию при стрелке Но не получилось Ее выставить Здесь блин Чел как ты Как ты хорошо сидишь Ну надо же было выше брать Прям было видно Как пуля летела В нижнюю точечку прицела Чуть-чуть ниже центра Ну либо дистанцию при стрелке Просто поставить Здесь пацанчик Как раз таки Подставился Под клипой На 278 метров Ловит Его башку И Спокойно Забирает Дружочка Спасибо тебе Вот это был Отличнейший Хэдшот Ровно 20 Друзья Мы первым фрагом Такое вот Красивое Очко Поставил Клип Прям Симпатичное Здесь еще парнишка Просто вышел На смерть Спасибо Красиво умер Дружочек Вообще прям Шедеврально Я бы сказал Берет себе Еще больше Гранаток Чтобы вот вообще Не просаживаться По их количеству Чтобы если что Устроить Бомбардировку Нереальную И последние два фрага Были реально Суперскими Прям топовыми Здесь тем временем Может кто-то Находится Клип прочекивает Смотрит Где ты Здесь Может быть за вот этим Маленьким столбиком А может за колесом А может быть вот там За травинкой Нигде никого не находит Все хорошо Ну и я думаю Что сейчас перетянется Куда-нибудь В один из центральных домов И будет тусить уже там Потому что Ну бегать Естественно По вот такому полю В лейт гейме Да пусть и в соло игре Но тем не менее Это все равно опасно И здесь соперники Могут за это Наказать Чекает лево-право Никого пока не Замечает Берет себе еще Обрез Зачем? Не знаю Ну может быть Клипу просто нравится Обрезы Он решил Что вот С ним будет выглядеть Более солидно Более так Гангстерски Стреляет Под щелку К сожалению Не попал Вообще по-моему Не было ни малейшего попадания И можно закрыть Этого пацанчика Если сейчас его Как-то хорошо Найдет Заметит Услышит Увидит Но тем не менее Услышал в бощине Врага Который находится Куда более страшным Вот мне всегда было интересно Вот он Выглядывает Именно на второй этаж Как он мог Так четко понять То есть Сука Звуки в пабге Они кончены Ты никогда не понимаешь Ну можно понять Что чел наверху Да вот Ты никогда не понимаешь Второй этаж Или третий Какой-то из этого Но он прям так Уверенно смотрел На второй этаж Откуда вот это Вот Может быть просто Типа нужно Нужно быть уверенным Вдруг проктит А если нет То ну переведешься Там по быстренькому Флеканешь Да еще что-то Вот интересный Такой момент Видели Он прям четко Его выцеливал На окне второго этажа А чел Был на третьем Клип не услышал Но это нормально Типа я же повторюсь В пабге Нормально услышать высоту Это нереально Ну это Это просто невозможно Эти звуки Не отличаются А еще не отличается Звук Когда кто-то перед тобой Или под тобой Тоже ноль разницы Такая тупистика Ну да ладно Здесь тем временем Клип занимает высоту Похоже или нет Может там На строчку залезем Не хочешь Да давай Ля какая лестница Смотри Ну лестница Не Решил взять Пятиэтажку Тут кстати по моему Такое место Где две пятиэтажки Рядом И можно между ними Перестреливаться Можно Подглядывать За какими-нибудь Мадьмоазелями Которые там Что-нибудь делают Например Если там кто-то Что-то будет делать Но клип Решает Занять Похоже Либо верхний этаж Либо вообще крышу Слышит перед собой Человека Да вот еще Одна такая же Пятиэтажка Выпрыгивает Крауджампом В окно И Начинает Начекивать Если кто-то На соседнем доме Здесь парняга Имеется Или нет Ну тот из двухэтажного Точнее из трехэтажного Дома Может как-то Перебежать Там по-любому В спине за дорогой Должен быть тип Но клип контролирует Вообще полностью Всю местность Кстати одна из Наилучших наверное Позиций сейчас Замечает Пацанчика Который Перебежал Но не палит Себя Пока вот Отдыхает Да вот там должен быть По идее Какой-то парнишка Ой-ой-ой Увидел соперника Чтобы не подставляться Тут же как-то Выглядывает Дает выстрел Это должна была быть Голова Но почему-то Она ей не стала Ну и клип понимает Что он слишком Открыто находится Под этого чела Поэтому тут же Меняет позицию Чекает вот этого Парнигу Было уже Казалось Будто сейчас В окно выйдет Да такая Немножечко Немножечко Сердежка Ёкнула Но нет Нормально Прочекивает Пацанягу Который Вообще не выходит Из здания Но у клипа Лучшая ситуация По зоне То есть он должен Как раз таки Дождаться этого Типа Убить его И потом Сам перетянуться Правда вот тут Появилась проблема В том что Имеется теперь Человек Который Теоретически Может его закрыть Прокидывает Две гранаты К сожалению Обе не получились Здесь тем временем Видит соперника Чел дает ему Пулю с Опять же Снайпы Получает Клип Решает Не пикаться Ой-ой-ой Мог умереть Там у чувака Граната в руке была Если бы была пушка Он бы убил Клипа Потому что На него был обзор И одного попадания Было бы Достаточно Даже в тело Ну давай Выходи Выходи Раз на раз Чисто Кто сильнее Я или ты Давай по-мужски Дуэль Нет Вот как Вот всегда такая фигня Вот просто Такая же за Когда Ты смотришь на чела Он никогда не выходит Никогда Сука Но как только Ты начинаешь Отвлекаться Начинаешь смотреть На другого Какого-то пацанчика Он тут же вылезет И тут же начнет По тебе стрелять Вот просто Это у всех Так видите Это даже у Клиба Такая темка Ну вот Наконец-таки Он знает Что зона Выдавила Этого пацана Поэтому ловит Перепрыгнул На вторую крышу Забирает Этого парнишку Двадцать Третьем себе И остается Всего лишь Три соперника Один находится В этом здании Мы в курсе Второго Тут вот так Красиво убили И еще Вот Под Клибом Он сам Кого-то услышал То есть Один в ангаре Второй Здесь перед собой Прокидывает Первую гранатку Сейчас лучше Наверное Не спрыгивать Лишний раз Сначала Убить чела Слышит его Замечает Вот тут вот Еще дает Какую-то Сначала Флешку Флешек Тоже очень много Поэтому можно В принципе Работать Сам себя Флешанул Это тоже Это тактика Не думайте Ребят Это профессиональная Именно тактика Чтобы соперник Ничего не понял Чтобы он расслабился Чтобы он подумал Что против него Слабый игрок И вот Клиб выходит И спокойно его забирает Раз на раз С ангарщиком Остался Дарк вибратор Кстати Нормальный Никнэм Чисто красивый Ну и Клиб знает Что здесь находится Тип Он зачем-то Прокидывает смоки Чувак выходит Со смока Что ты делаешь Братишка Топ-1 25 фрагов И Мы видим Отличнейший Результат От клиба И почти все Было с М416 Ну что ж Друзья Я надеюсь Что данный видос Вам понравился Спасибо огромнейшее За просмотр Счастья вам Здоровья Удачи И до новых встреч А следующее видео Уже совсем скоро